Ворское дерби. У Нижнего Новгорода и Крыльев много общего. До матча команды даже занимали соседние строчки в турнирной таблице. Впрочем, самарские болельщики были уверены, хозяева возьмут верх. Я думаю 3-1. Как оцените вообще Крыльев в этом сезоне? Отлично играет, хорошо, молодцы. Молодая команда, сыгрались, все парни вообще отлично. Приятно смотреть молодая команда, показывает достойную игру, играет в атаку. Ну, давно такого не было уже. Надеемся, что выиграем, потому что дети пришли первый раз, мы очень в это верим. Так что Крыльев советов удачи. Считаю, что Крыльев победят и будет счет разгромным 3-0 или же 4-0, потому что я люблю эту команду. До разгромного счета дело не дошло, но и своих фанатов Крылья не разочаровали. На 36-й минуте Владислав Сарвелли забил первый мяч, на 50-й оформил дубль. Впрочем, соперник не сдавался, но футбол – это и фортуна. Гости не смогли реализовать пенальти, опасные моменты не заканчивались взятием ворот. На мой взгляд, все-таки Крылья играли более компенсационно. На мой взгляд, у них было больше шансов, и я рад, что два из них они реализовали. Но футбол есть футбол, где-то гостям и не повезло, как, например, с пенальти. Я рад, что игра была боевая, игра интересная, игра, которая не оставила равнодушных болельщиков. Но еще раз хочу поблагодарить всех болельщиков, которые привились и смогли прийти на матч, потому что этот стадион готов, открыт для болельщиков, но для тех, которые не создают угрозы своему здоровью и здоровью окружающим. А посмотреть на этом стадионе есть на что. Крылья советов, по мнению болельщиков, команда, которой по праву можно гордиться и за которую точно интересно болеть. Следующие два матча самарцы проведут на выезде, а ближайшая домашняя игра пройдет 6 ноября. Соперник Химки. Ольга Павловская, Константин Макаревич, Новости губернии.